надо ли поститься если становишься злым и срываешься на близких вот оказывается до чего может довести некоторых людей пост но прежде всего нужно понять как мы вообще относимся к посту и для чего он нужен и в этом нам поможет послание апостола павла галатом по большому счету человек свободен поститься или не поститься как говорит апостол павел к свободе призваны вы братья только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти вот какое удивительное дело оказывается у нас часто проявляется такое вот животное начало и смысл поста он заключается в том чтобы победить вот это вот чувственное начало потому что греховные страсти паразитирует на нашей чувственности как говорит апостол павел я говорю поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти к этому и направлен пост чтобы преодолевать вожделение плоти ибо плоть желает противного духу а дух противного плоти они друг друга противится и из-за этого мы испытываем такое вот внутреннее противоборство и смысл поста заключается не в том чтобы поставить личный рекорд по невкушению пищи что вот я уже столько дней обхожусь вообще без еды вот как святые отцы говорили ведь дьявол он вообще не вкушает пищу но при этом он отчужден от бога смысл поста заключается в том чтобы посредством ограничения чувственности нашей преодолеть греховные страсти и в этом смысле конечно важно выдерживать меру потому что чрезмерный пост он обнажает в нас нашу немощную природу и если мы не соблюдаем меры в самом посте то может наступить определенный срыв и тогда мы действительно начинаем раздражаться на наших ближних и вот как нас предупреждает апостол павел если же друг друга угрызаете и съедаете берегитесь чтобы вы не были истреблены друг другом а ведь пост направлен не для того чтобы мы уничтожили друг друга пост направлен на уничтожение наших греховных страстей но в то же время вот хочется отметить что пост он как раз помогает нам часто увидеть нашу подлинную немощь дело в том что если ты добрый только потому что ты сытый то значит твоя доброта она всецело зависит от сытости твоего желудка вот как у хищных зверей когда хищник сыт он не бросается на других животных и в этом смысле чем же тогда мы отличаемся от животных и вот пост он как раз помогает нам увидеть какие страсти живут внутри нас пока мы не ограничивали свои чувственности мы этого не замечали а как только начинается пост в нас и раздражение появляется и недовольство и кипит все внутри и наступает время именно духовного делания делание по преодолению своих душевных страстей и и вот пост он как раз открывает нам нашу немощь мы начинаем в этом каяться смиряться пред богом а когда душа смиряется в ней наступает мир и господь благодатью своей помогает преодолевать и раздражение и гневливость так что постараемся пост выдерживать как как борьбу не как диету а как борьбу со своими немощами и страстями последуя в этом словам апостола павла те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями если мы живем духом то по духу и поступать должны не будем тщеславиться друг друга раздражать друг другу завидовать да поможет нам в этом господь бог и 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